Ненужный человек. Справедливости требует от полиции и пожарных 80-летний житель Караганды. Василий Сологубов уверяет, что несколько раз его обворовывали, а затем подожгли дом. Но ни одного виновника правоохранительные органы не нашли. Сейчас пенсионер живет в остатках своего сгоревшего жилища в нечеловеческих условиях. Здесь добываю тепло. 80-летний Василий Сологубов живет один в доме, который дома можно назвать с большой натяжкой. После пожара потолок частично обвалился. Мужчина вытащил весь скарб во двор. На свалках подбирает все, что может сгодиться в качестве стройматериалов, надеется восстановить жилище. У мужчины высшее образование 40 лет проработал на шахтах. Не пьет и не курит. Только края прогниют, и все рухнет. Вот как кухня. Она была полностью запечатана. И все, я один вот это вот, тут 50 тысяч ведер золы вытащил. Я вот и боюсь, что сейчас зима придет. Полтора метра от печки. Там тоже печка. Вода замерзает для кошек. Потому что батареи все эти не работают. Надо соединять. Надо одному. Не так просто все это. По словам Сологубова, уже несколько раз в его доме и гараже были кражи. Угнали и разобрали на запчасти его запорожец. Потом он сам нашел остатки брошенными на улице. Из дома вынесли имущество на миллион. В 2006 году сгорел гараж через пару месяцев дом. Мужчина уверяет, перед этим ему поступали угрозы. Каждый раз он писал заявление в полицию, но получал одни отписки. В конце 2016 года в отделе полиции, видимо, мужчину посчитали слишком назойливым потерпевшим. По словам Василия Сологубова, его заявление выбросили в урну, а его самого прижали к стенке и применили удушающий прием. Но состава преступления в действиях полиции тогда в УСБ не нашли. Не хотят ничего делать. Украли, я бегу туда. А кто же меня должен защищать, кроме полиции? Сам президент вчера сказал, что там, как говорится, мафия кругом это самое. Они не хотят ничего слушать. К начальнику, сколько менялось, начальнику я у него бывалый, рассказывал, что вот так и так. Всё сделаем туда-сюда, другого поставили и по новой всё. А в конце концов, вот это довели, что мне надо ему рот закрыть. Полиции попросили написать журналистский запрос, пока ждём ответа. От пожарных пенсионер так и не получил заключение о причинах пожара. В ДЧС области ответили, что документы уже переданы в архив. Видимо, Сологубов вовремя не обращался. По действиям полицейских, сейчас Бюро по правам человека готовит заявление в прокуратуру. Человеку, тем более в преклонном возрасте, как Василий Васильевич Самогуб, если хочется в туалет, надо дать ему возможность ещё указать, где этот туалет. А если он сам уже пошёл в туалет, его нельзя валять на пол бетонный, нельзя в отношении его, я не знаю, применять удушающие какие-то приёмы специальные, в том числе, негоже так обращаться вообще со старшим человеком. По официальной статистике МВД, общий уровень преступности в Казахстане в этом году снизился на 10%. Однако, по словам Юрия Гусакова, в Бюро по правам человека жалоб на действия полицейских меньше не стало. А показатели улучшаются за счёт примирительных процедур или перевода ряда преступлений в категорию уголовных проступков. Не идут вниз рецидивные преступления. Раз, не сталкиваемся мы со снижением попирания граждан со стороны полицейских. Два. Вот всё моё отношение к статистике.